Всем привет! С вами канал В Деревню и Дмитрий, ваш покорный слуга. Сегодня хотел рассказать вам о втором нашем брудере, который расположен непосредственно в курятнике. После того, как цыплята подрастут у нас примерно до 4-недельного возраста, мы их переводим в другой брудер, который стоит в курятнике. И здесь они уже подращиваются до почти взрослого состояния, потом переводятся либо на улицу, либо в клетки. Какие здесь есть интересные моменты? Ну, во-первых, здесь используется всё та же сантехническая труба 50-ка. Ввиду того, что они сюда переводятся ещё малявками, чтобы они доставали, она сделана пониже, объём у неё не такой большой. И параллельно с этим здесь существует вторая труба. Она расположена уже повыше, и труба эта имеет диаметр 110 мм. В неё входит и корма большая, и как бы расположение её чуть выше, уже под подросшую птицу. Значит, используется такая же вот вакуумная поилочка, видимо, китайского происхождения. Удобная, кстати, моделька с ручкой, дно не отваливается. Можно поднимать, переносить. Очень нравится мне такая моделька. Чтобы птица не мёрзла, потому как она переводится из тёплого помещения, мы их практически дома начинаем выращивать. Здесь сделан такой нагревательный элемент. Выполнен он из фанеры десятки, квадрат вырезан. И обклеен алюминиевой фольгой, купленной в строительном магазине. А снизу подклеено так называемый тёплый пол. Сейчас попробую показать. Вот такие вот элементы, которые нагреваются. Греют они не сильно. Буквально, может, температуру рука терпит. Градусов, ну, может, 45, может, 50, не знаю. Но не сильно, не обжигают. Рукой держать можно. И вот птицы, когда переводятся сюда из тёплого помещения, они здесь греются. Сидят и отогреваются. В общем, дискомфорта они не испытывают после перевода сюда. Какой ещё второй момент? Если заметили, здесь используется у меня светодиодная подсветка. Одна вот короткая ленточка, расположенная непосредственно около поилки, чтобы у птицы всегда был доступ к воде. Видно было эту воду. А остальные ленточки, они подсвечивают корм. Как маленькую кормушку, так и большую. Сейчас я попробую показать снаружи. Вот здесь вот видно, наверное, да? Светодиодные ленточки. 12 вольт. Подсвечивают корм. И птице прекрасно всё видно, она клюёт. Свет здесь горит круглосуточно у них при закрытой крышке. У них такой полумрак как раз вот под этим нагревательным элементом. И когда им нужно отдохнуть, там поспать, они туда всё уползают и там находятся какое-то время. Когда они проголодаются, они могут выйти. Здесь всё подсвечено. Корм, вода. Условия для роста благоприятные. На полу использована всё та же сетка. 12,5х25 с диаметром прутка 2 мм оцинкованная. Производство Солнечногорского завода. Брудер выполнен из фанеры. И накрыт фанерной крышкой. Размеры я приведу в описании под видео. И запитан ещё, хотел сказать, это блок питания. Не скажу сколько ватт. В общем, 12 вольт они продаются в магазинах, где продают всякие лампочки, электрику. Всегда можно найти. Ну, вот примерно такая конструкция. Помёт птичий падает непосредственно на пол, откуда мы его выгребаем и выкидываем на улицу. Через вот это вот окошко внизу. В птичнике поддерживается постоянная температура с помощью нагревательного элемента и терморегулятора. Ну, об этом я расскажу в следующем видео. Всем спасибо. Надеюсь, было полезно и интересно. С вами был Дмитрий. Канал В Деревню. Пока-пока.